Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в это необычное экстренное видео. И прямо сейчас я смотрел конференцию B-Word вместе с Илоном Маском. И только что произошло что-то очень-очень крутое. Илон Маск подтвердил очень-очень крутые вещи. Например, то, о чем я говорил еще 24 февраля 2021. Я никак не ожидал, что в июле этого же года Илон Маск самолично подтвердит это. Я говорю о покупке эфириума Илоном Маском. Во-первых, SpaceX купила биткоин. Теперь она владеет биткоинами так же, как и Tesla. А также биткоином владеет и сам Илон Маск. Но куда важнее то, что не его компания купила биткоин, а он лично купил биткоин. Также несколько минут назад он подтвердил, что владеет эфириумом. Вот это уже что-то новое. Об этом он никогда не говорил, а я лишь предполагал в начале этого года. И вот мы получили подтверждение от Илона Маска об этом. Я так рад, что это видео оказалось не просто спекуляцией, а на самом деле оказалось правдой. Также Илон Маск подтвердил, что он владеет и доги коинами. Никто на самом деле не знал, владеет ли он собакокоинами, хотя он и любит их продвигать очень часто в своем твиттере. Теперь это официально подтверждено. Также он сказал, что в его портфеле больше всего биткоина, затем эфириума и после него идет уже доги коин. Маск подтвердил, что он настроен побычи по отношению к биткоину и хочет, чтобы биткоин добился успеха. При этом добавил, что Тесла в скором времени может начать принимать биткоины снова. Также император Марса признался в том, что он может пампить криптовалюты, но у него никогда не было и не будет цели их обрушить. Ну не знаю, ребята. Он говорил много странных вещей про биткоин, которые привели его к падению. Тем не менее, Илон сам говорит, что биткоин имеет большой потенциал и он не хочет его падения. Думаю, это большие новости для биткоина. Вокруг Илла находило много слухов и многие сомневались в том, что он делает что-то хорошее для биткоина. Но сегодня он подтвердил, что он остается позитивно настроенным по отношению к биткоину и владеет им лично. Кроме этого, он купил эфир. И для меня это самая большая новость, ведь я об этом спекулировал с самого начала года. Я говорил, что Илон Маск купил эфир и мне никто не верил. Но вот подтверждение от самого Илона Маска. Он владеет эфиром. Очевидно, навряд ли этого хватит для того, чтобы биткоин пробил 40 тысяч долларов, но все же он развеял многие сомнения вокруг своей персоны. Илон Маск до сих пор с нами. Я больше не ненавижу его, но все равно он выглядит как человек, который любит отшучиваться и троллить, скрывая свои истинные намерения. В любом случае, самая большая новость для меня на этой конференции The B-Words заключается в том, что Илон Маск купил эфир. Это большие новости. На этом все, ребята. Увидимся завтра в больших видео, в которых мы наверняка заденем эти темы более детально. Сегодня просто по-быстрому сообщил вам, что произошло на конференции B-Word. Что сказал Илон Маск и почему он остается оптимистом по отношению к биткоину.